Привет! Приглашаю вас на канал «Худеем ради здоровья» – влог о похудении 115 кг без движения и о том, как оставаться добрым и веселым в любой жизненной ситуации. Вместе мы научимся следить за своим здоровьем, правильно питаться, узнаем новые полезные рецепты и многое другое. Присоединяйтесь, друзья! Ссылка на канал в описании этого видео. Переходите и подписывайтесь! Чай хочешь? В Берии. В первый же день, это первая наша жизнь за кадром после приезда из Москвы, и в первый же день мы затеяли разбор полетов, разбор документов всех. Поперебирали все наши папочки. Как-то так получилось, что мы часть документов брали с собой в Москву, а потом, когда приехали, давай их разбирать, как кинулись к нам. Думаю, слушай, Боря, сколько здесь уже устаревшего, ненужного, давай-ка разберем. И мы тут пока отдыхали физически, поразбирали, это уже остатки, уже все-все поразбирали. Там и со школой связаны все папки, эти документы, и всего-всего. В общем, мы дома начинаем новый виток нашей жизни. Так приятно спать в своей постели, так приятно находиться в доме, а не в квартире. Конечно, хорошо в гостях, но дома всегда, наверное, лучше, к чему привык, что твое родное, милое, привычное главное. Хотя, наверное, первое время мы просто такие ходили по дому. Так, а где у нас крышки лежат? Ой, а где у нас то лежит? Я сегодня думал, где же у меня кастрюля стоит. Потом вспомнил, где находится, а я крышку искала. Так что потихонечку привыкаем, втягиваемся в обычную повседневную жизнь. Паша нам приготовил салатик фруктовый. Тут есть малинка, медик, мандаринки, яблоки, бананы. А может быть все же малина, мандарины, апельсины, а не апельсинчики. Ну, короче, сейчас будем есть. Здравствуйте, а можно у вас поесть с вами? А что у вас тут есть? Есть тортик, хлебушек, даже пицца есть. Ой, и какой товарчик? Это пуш, это суп. Я, пожалуй, буду суп. Сначала у вас суп, потом это, потом это. Вот ты, Саша, построил реальный крутой ресторан. Всем привет, ребята, сейчас 3 часа ночи примерно. Короче, точно 2.15. Мне скучно, я не сплю. У меня бессонница, я никак заснуть не могу. Короче, рассказываю историю. Ах, нет, нет, не видно. Короче, я сплю. Ну, меня родители положили. Я, короче, заснула. Но вот эта кошечка моя, как всегда, я сегодня приехала из Москвы, и она мяукает. Очень, очень много мяукает. И за мной бегает. Постоянно. Паша тут что-то из картона делает. А точнее, тумбочка. Нет, кроватка для моего мишки. Чтобы ему спалось хорошо. А то он постоянно ночью то за кровать падает, то еще что-то. То из-под деяла случайно выпадает. А вот теперь он будет спать в своей уютной кроватке. Аня говорит, мы тут тусим. А давай ты игрушки будешь кидай, давай. А, это наша игра такая. Ну, кидай эти игрушки для игрушки. Давай. А я поймала. А ку-ку? Ты что здесь делаешь? Пытаться включить фонарик. А-а-а, ку-ку! Да. Вот так ты нам... Ой, тихо, не слепи нас. Убирай фонарик. Убирай. Вот так вот. Да ты ему такой шалаш сделала. О, попроси. Ой, класс. Уже 2 часа ночи. Поставил я закваску где-то в часа 3 дня. Это более ее будит. Будит своих букашек. А на полтора месяца она спала в холодильнике. Вообще-то она должна быть неделю. Ну, максимум 2. Неделю-две нормально. А потом она... Начинает погибать, потому что ей нечем пытаться. Да. И вот это я... Ну, уже она более-менее разбудилась. Вот, я сейчас выключу грелку. И до завтра она будет стоять. Она начала чуть-чуть пениться. Да, они там, те, что остались, самые стойкие. Размножаются бактерии. И до завтра, как раз, и завтра буду делать хлебушек. Ну, посмотрим, да, получится или нет. Разбудится или нет. В общем, ребята, таким образом мы своих букашечек будем. Уже 12 часов прошло почти. Надо, надо. Нам хлеб надо домашний. Ну, она пенится, пенится. Очень слабо, но пенится. Так что надеемся, что будет лучше. Так мы соскучились за домашним хлебом, ребят. Вы даже себе не представляете. Вот снова сейчас сидим на магазинам, потому что пока разбудим закваску, еще пару дней на магазинам будем сидеть, если завтра не получится спечь. Получится, получится. Ну, будем надеяться, да, покажем, получилось или нет. У нас и хорошая новость, и не очень хорошая новость. Хорошая новость. Закваска ожила. Боря уже набрал. Смотрите, какая пенистая. Да, 2,5 суток она стояла до того, как спенилась, ожила. Молодцы у нас бактеришки. А плохая новость, мы заболели. Мы таки подхватили в Иркутске вирусное. Чихаемся. Папа чихает в основном. Ну, я же говорила, что лишь бы нам не подхватить, но мы были во многих в общественных местах. Ну, надеемся, что с чиханием это только и обойдется. Да, может быть. Ну, у меня и сопли текут, а все остальные только чихают. Ну, и не за горами нам еще. Ну, я же говорю, надеемся, что это такая легкая вирусная будет. Уже не грипп. Ну, грипп с таких чиханий не начинается, поэтому ура-ура. Саня тут стоит, танцует. Мы только что поужинали. Вот, посудой занимаемся, да. И хлебушком Боря занялся. Сегодня спечет хлебушек нам. Привычный образ жизни начинается. Скажи, игрульки дома, соскучились за всеми игрушками. Вообще красота. Сейчас как будто в новинку им все. Мы, ребята, немного отходим после Москвы. Так тяжело, сложно. Как-то нам все дается. А еще, мы, говорю, здесь подключили немножко вирус. Но она не серьезно, насморки все. Чихаем насморк. Да, я буквально два дня поболела голова, потекли сопли и все. Да, слава Боже, легкая вирусная. Это где-то на центральном рынке мы подхватили. Ну да, сейчас же тоже уведен карантин в Иркутском районе. Да, мы уже делились, когда переехали. Когда только приехали в том видео, кто смотрел предыдущее, что здесь по всем школам до 18 числа карантин из-за массовых вирусных инфекций. Настолько их много, настолько много детей болит, что вели карантин по школам. Иркутский, по всему. А я вот спустился, мое солнышко поснимать тут. Чем она занимается? Рассказывай. Собаку кушать, варю суп, варю рыбу, буду сорогу делать. Вспомнила, как называется. Сорогу и карася. Решила насушить это те, что мы с тобой привезли. Батоны, сделать белый хлеб из них. Сухарики мы очень любим. Мы только что пообедали. Вкусно. Ой, вкусный. Пшеничная кашка с маслом и с луком. Салат. Ой, я такой салат классный придумала. Поделюсь. Салат, все говорили, где еще, где еще. Я попробовала в первый раз. Классный очень салат. Импровизированный, ленивый состав. Не, не, не. Как это? Не оливье, а винегрет. Вот у меня был. Такой прикольный. Буду снимать потихонечку. Рецепты все буду снимать. Ребята по чуть-чуть втягиваются уже в работу. Анюта занимается английским. Правда, но я не... Но я не делала это, потому что мы... Дискотека. Примитивно, но весело. Вещички разбирать. Вот это только-только четвертый день я добралась до вещей разобрать. Видите, пакеты. А сейчас еще стирку буду вешать. Уже первый стирк разбираю. Третий день. Это вторая стирка вешает, а там еще третий. Третий день. А, третий. Да, третий. И еще там стирку буду разбирать. Короче, работы не надо. Борюсик здесь наклейки клеит. Ой, какие наклейки. Ой, что у тебя там? А мишки, смотри. Вот, 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 вот. Вот мишки. Волки, волки. Их надо наклеить. Сашунька. Сашунька, Сашунька. Поможешь ему, да? А я сейчас покажу, что мне папа сделал, пока я там вещи разбирала. Почистил рыбку. Ой, сейчас как запечем в духовочке. Здравствуй, рыба. Ой, у меня там язык. Рыба говорящая. Рыба не говорящая. Рыба запеченная. Ну и говорящая. Наконец-то карасевая большая для папы. И для всех поменьше. Мамочка наша хорошенькая сделала рыбку. Я хотела всем такую. А Боря говорит, мне, пожалуйста, огромная. Говорю, ну, надо же долго будет запекаться. Видите, немножко даже это, пришлось ее крутить, в общем. А он говорит, нет, мне большую. Говорю, хорошо, мы себе берем маленькую, а тебе специально большую. Вот, Борюсику большую. Это икры столько у нас под рыбки. И маленькую мы будем сейчас кушать. И супчик я свалила. Сегодня суп у нас из Маша. Бобно, это бобовые получается. А самый маленький у нас заснул. А самый маленький у нас неожиданно вообще для нас заснул. Не дождался ужина. А он сейчас, получается, отказался от дневного сна полностью. И иногда не дотягивает. Иногда может лечь в 7-8 даже. Ну, вот так не дотягивает. Сегодня очень сильно не дотягивает. Да, ребята с ней мультики, он просто под мультики. А он там обычно пережевывает все. Бывает. Он не лег, потому что то, что яблоко отживет, то еще что-то. Но рыбку мы уже на завтра оставим. Вы что, тут турнир устроили? Шах. А шах так тоже шах. Привет. Спускаюсь я вниз. А тут такой запах мускатно какой-то непонятно какой вообще в доме. Спускаюсь вниз и вижу вот такой вот дым. Дым? Дым. Дым. Вот смотри какой дым. Серьезно? Ну, его может быть и не видно на фотоаппарате, но тут такой дым стоит. Есть немножко. Дымка такая. Не дым, а дымка. Что ты там мечтаешь? Это задымело у меня цараплот и это. Кофемолка. Боречка, не стучи, сына, подожди немножко, а то будет накапливаться. С молотком сидишь. Это я делаю приправу. Я рецепт ее выкладывала, приправа Лены. У меня тут ингредиента в море. Ох, как тут мускатно пахнет. Это не мускатно, это корианд и семена укропа. Кориандр, да, да и укроп. А я сюда еще помимо обычного стандартного рецепта добавляю, например, петрушку, листья хрена добавляю. Что еще? Крапиву, не? Крапиву, да, добавляю. Но есть стандартный рецепт, который мне Лена дала. Единственное, что у меня базилика не оказалось. Поэтому не добавляю базилик. Нету дома. А, у меня немножечко. Ой, подожди, даже я его добавлю. Где-то у меня здесь кориандр. О, сейчас посмотрим. Пол чайной ложечки есть базилик. Ну, и то нормально. Ну, и то да, его тоже. Надо базилика купить. Вот. Делаю приправку, потому что закончилось. А я делаю сразу такое огромное ведерко. большое. Порции, наверное, 4 делаю по рецепту, который у меня. И получается нам приправу на полгода. Я ее и в суп добавляю, и в рагу разные. Ну, такие, знаете, блюда. А иногда в Малисюнеле добавляю. Иногда в Кавказку куда-то добавляю. Иногда вот эту. А вообще-то приправа очень вкусная. Добавлять ее в блюда, такие как, например, спагетти там с чем-то. И еще так раз чуть приправкой приправить. Макарошки там. Ну, такие. Просто себе вот в тарелке где-то что-то приправить. Очень вкусно получается. Короче, есть на канале у меня она. Приправа наберите. Должна быть. Или давайте ссылочку оставим, да? Я ее найду? Давай оставим. Оставлю в описании видео на эту приправку. Это меня Лена научила. Спасибо, Леночка. Сметанку любит. Сметанку, сметанку. Ох, мы хорошо молочка заказали и приехали. Аж 4 банки. Это со второй. 6. Ну, 6 в 2 уже выпили. А еще 3 я собираю сметанку. Только что-то сметаны очень мало, видишь? Летом ее, конечно, больше, а зимой меньше. Ну, и слава Богу, я сейчас вот 700 миллилитров насобираю свои сметанки. А Тимошка задумал конфетки делать. Да, Тимошка? Мед, мед, мак, молоко. Это ты сам придумал? Да. Ну, это он сам придумал. Конфеты по а-ля лицетку Тимофея. И, между прочим, очень вкусно, потому что я их уже пробовал. Ну, это он, ты замороженец собрал, а сейчас он будет пробовать сделать, чтобы не надо было их замораживать. Ну, папа, я тогда написал 20 миллилитров, а надо 100 миллилитров. А если 20 миллилитров, то такая каждая получается, с которой можно сметанить. Понятно. Сейчас жарить, а потом и куча спросил. Мама, я во время уроке, чтобы он прошел хорошо. У тебя с вами летает, камни. Ребята занимались чем? Географией. И какую вы тему изучали? Мы учились про путешествие, открытие, географические открытия, период. Сначала про планеты повторили, потом географические открытия, то, что там открывали. Получу всяких географических. А, с учетом хорошо. По географии астрономии преподают? А там все захватывают. У нас необычная картина. Красота такая. Это Боря ремонтирует наши стулья. Они расшатались. Уже сил нету. Добрались, наконец-то. Боряны руки до него. Их заменить надо. Их заменить надо, но дорогие для нас пока стулья, чтобы заменить. Одно стуло такое стоит 3000, примерно. О, трех и выше. Я нашел за 1800, за 1900. Это где? В Подмосковье. Почему? В Икеа. В Икеа стулья деревянные вот такие? Да. Ой, надо поехать посмотреть. А у нас Икеа есть разве? Есть доставка. Ну, это дорого будет. У нас только Леруа Мерлен есть. Икеа, если бы была, было вообще классно. Леруа Мерлен нет. Все-таки делать домашние сникерсы. И вот это его первая попытка сделать сникерсы. Там же Тимошка, мы показывали, делает свои конфетки. Ну, ну-ка, покай. Ммм, какая масса. А Пашонька сникерсы делает. Ну, ля-ля-ля-ля, мы идем вместе с тобой вдвоем. Давай поиграем вместе, догонял. Давай. Победа, так, Боря, стой, 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 стой. Сломал. Тимон, что делаешь? Тимон. Да, Тимон, что делаешь? Боря развлекает. Так, не бейся. Ладно, побежали. Да, переноги. Нравится? Так, я сейчас своего папу позову. Все, я побежал звать своего папу. Прикольное представление Тимотей придумал. Папа, да, Тимон. Папа, да, Тимон. Папа, ой. Так, Боря, не мешай мне представлению, тоже смотреть садись. Так, 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 сейчас. Папа. Им нельзя близко друг к другу подходить. Меня там мальчик обижает. Это он тебя обнимает. Ты видишь, что папа за тобой заботится, а тебе? Меня там мальчик обнимает. Ой. Тут нужно выдерживать определенную дистанцию. Обижает. Ладно, пошли с тобой. Вот он, смотри. Мы с ним раньше дружили, но теперь он меня почему-то. Это он тебя ударил или обнял? Не обижай моего сына. ААА! ААА Боря, дик�웃. Субтитры сделал DimaTorzok